Mazda CX-30 это кроссовер, который займёт нишу между моделями CX-3 и CX-5. Внешне новый паркетник напоминает Mazda 3, и это объяснимо. От трёшки ему досталась не только платформа, но и даже интерьер. Новинка уже прошла процедуру сертификации в России. Судя по одобрению типа транспортного средства, на нашем рынке тридцатку предложат только со 150-сильным двухлитровым атмосферником серии Skyactiv-G. У этого мотора непосредственный впрыск топлива, высокая степень сжатия, а заправлять его можно только 95-м бензином. Для базовой версии заявлены механическая коробка передач и передний привод. За доплату предложен шестидиапазонный автомат. А самой интересной будет версия с автоматической коробкой и полным приводом. О сроках начала поставок говорить пока рано. Cadillac XT5 до последнего оставался верен традициям. В том плане, что не предлагал никакого другого мотора, помимо атмосферного V6. Но после летней модернизации под капотом кроссовера прописалась и двухлитровая турбо-четверка. Причем в России этот двигатель полностью заменит безнадувную шестерку. Более того, по налоговым соображениям мощность ужали более чем на 40 лошадиных сил. Автоматическая коробка передач теперь не восьми, а девятиступенчатая. В остальном никаких сюрпризов. Как и в Америке наш XT5 примерил новую решетку радиатора, улучшил шумоизоляцию и усовершенствовал медиасистему. Пока объявлена лишь стартовая цена, но она учитывает скидку по трейд-ин. Впрочем, полный прайс-лист опубликуют совсем скоро, ведь продажи стартуют через пару месяцев. Редактор субтитров А.Семкин